Матч таково, что истинно кубковая игра, понятно, что проигравшая команда выбывает, по парламенту минимум созданных моментов, как с одной и с другой стороны, борьба практически на всех участках в поле. Ну, где-то нам в моменте, когда забили, сработало мастерство Горокоева, хорошую атаку разогнали. А так, Черноморец очень хорошая уровня команда, организованная, с хорошей вылочкой, хорошие исполнители в составе, не случайно, потому что они находятся в лидирующей группе в зоне юг. Понятно, что у них мотивация запредельная была. Ну, я скажу, что, наверное, и зрители получили удовольствие от этой игры, и все. И я поздравляю наших болельщиков с выходом в следующую стадию. И ребятам благодарен за то, что, скажем так, проявили характер и довели эту игру до победного конца. Спасибо. Прогласен вопросам. Пару поделить. Андрей Коснов, визит Новороссийск, знакомый с вами 30 лет. Скажите, во-первых, какую планку вы поставили в Кубке для своей команды? Я бы, знаете, был бы не против, если бы мы Кубок России выиграли и участвовали в Еврокубках. Ну, планка какая? На этом этапе, естественно, что стояла задача, ну, по статусу нам, да, скажем так, ну, вроде бы как, мы команда выше элит, ну, выше дивизион, да, футбольная национальная лига. И задача, понятно, что привести команду премьер-лиги в город, в город. Это уже праздник будет для наших болельщиков. И стараться, конечно, как можно выше, как получится, все. Но сказать, что мы просто участвуем, я тоже не могу сказать. Как можно выше, все, а как получится, так и получится. Мы реально смотрим на вещи, все, что при том графике, который есть в футбольной национальной лиге, да, еще дополнительные игры кубковые, понятно, что там есть топовые команды, которые, естественно, ставят задачу, чтобы попасть в евро-кубки. Ну, мы будем стараться, как получится будет, уже покажет игрок. Дополнительный вопрос. Ну, вы уже знаете своего соперника по следующему этапу, это Терек Грозный, принимать будете у себя. Да, естественно. Вот, постарайтесь с нами пройти и его. И все знают, что выход в полуфинал, это уже мистер Росфорта. То есть это стимулирует. Ну, до полуфинала, наверное, пока мы после Терека еще не дотянем, если даже обыграем Терек, это будет, наверное, только одна восьмая, я так понимаю. Да, да. Но будем стараться, будем стараться, да, будем стараться. Спасибо, еще вопрос есть? Здравствуйте. Павел Владимирович, такой вопрос. У вас сегодня отсутствовал ряд игроков ведущих. Вы далее намерены отдохнуть его, да? Да, ротация состава, да, вы абсолютно верно заметили. У нас не приехали основные игроки, у нас не принимали участия в сегодняшней игре по тем или иным причинам. Это у нас не принимал Курилов, центральный защитник. Он, правда, потому что у него травма, у него сотрясение мозга. Травма. Не принимал второй центральный защитник. Дима Иванов, Лукьянов, Ваня. Два центральных полузащитника. Мурнин, капитан команды, и свежо у Витя. Ну, Витя травмирован, до этого еще был. И не приехал Никита Саталкин, лучший побородитель наш на сегодняшний день. Мы этим ребятам всем дали отдохнуть. Мурнин, Лукьянов, Иванов, Саталкин, у которых большая нагрузка. И не приехал знакомый любителям футбола Нароссийска Виталик Шахов. Накануне отъезда сюда он затемпературил все. Поэтому у нас 7 человек основного состава сегодня отсутствовали. Ну, есть позитив в этом. То, что получили ребята, кто не играл, меньше игровой нагрузки. Собственно, из основного состава сегодня всю игру провел у нас один бурнаж. Все остальные ребята выходили на замену или начинали в стартом составе. Но прочно не закрепились пока на сегодняшний день. И, естественно, при том графике, который у нас был. Мы с Новороссийска приехали. Перед этим у нас тройной выезд был. Дальний Восток, Хабаровск. Потом игра дома с Химками и выезд в Новосибирск. И мы прилетели в Воронеж 22 числа во второй половине дня. И 23-м уже выехали сюда. График вот такой. И 28-го у нас уже игра с Мордовией. Сейчас мы будем возвращаться назад автобусом. Это на часу 18-20 мы будем загружены с трассы. Просто нету билетов на поезд. Все возвращаются с курорта, дети из лагерей. Все, нету билетов. И мы будем на автобусах. Мы приедем, и через три дня у нас игра с Мордовией уже. График, конечно, очень тяжелый. Поэтому и осознанно мы пошли на ротацию состава. Хотя риск был. И я прекрасно понимал, что Черноморец очень хорошая команда. И то, что она даст нам бой, она дала бой. Опасность была, что мы могли не пройти. Поэтому я в следующий круг. Поэтому я и благодарен ребятам за то, что видели, насколько накал борьбы был. И с одной стороны, и с другой стороны. Пять человек только из двух команд меняли из-за судороги. Поэтому благодарен ребятам. Спасибо. Еще вопрос. Павел Пантелеич. Скажите, вы сейчас на втором месте. Уже достаточно уверенно держитесь в лидерах. Есть ли задача у команды, его руководства, клуба пробиться в этом сезоне? Я позволю себе поправить вас не на втором, но на третьем месте. У нас одинаково количество очков с ТОС на ПА-18. Но там показатели больше нас в личной встрече. Ну да, мы в лидирующей группе. Если с учетом того, что рядом, там, ниже немножко находится Московский «Спартак-2» и «Зенит-2», которые не будут участвовать в бороться за право выхода в премьер-лигу. Мы в лидирующей группе. И нам бы хотелось эти позиции сохранить. А руководство как к этому относится? Руководство положительное. Болельщики восхитительные. То, что команда в лидирующей группе. Спасибо. Ну, мое мнение однозначно, что мы сегодня играли лучше «Факела». Не знаю причины. Наверное, факт, там ряд, очень большая группа основных футболистов не приехала. Но, тем не менее, не забитый пенальти. Не выбил как бы из колеи. Ребята старались. Ребята сегодня показали характер в очередной раз. Играли. И именно, что не то, что мы сегодня не давали играть «Факел». Мы сегодня сами играли. Создали немало моментов. Было очень приличное давление на ворота «Факела» в течение всего матча. Не забили, конечно, голы. Наверное, все-таки уровень мастерства наших футболистов впереди. Еще, конечно, желают оставлять лучшего. Просто в таких моментах, которые у нас были, надо разбираться однозначно. И очень обидно, что на последней, так сказать, 15 минутки дополнительного времени мы пропустили, ну, очень просто обидный гол. Просто обидный гол. Это, наверное, я вот, ну, если так вот по горячим следам вспоминать весь матч, ну, это, наверное, был такой единственный очень острый подход футболистов «Факела» к нашим воротам. И вот он плачевно обернулся. И обидно там, по-моему, и Рома немножко ошибся, брат, аль под собой пропустил. У футболистов «Факела» и у «Дарта» как следует не получился. Ну, такие игры, конечно, обидно проигрывать. Мы очень хотели привезти сюда команду премьер-лиги, сделать праздник для наших болельщиков. Но не сложилось. Но это игра из разряда тех, когда результатом, конечно, довольны мы быть не можем. А игрой я доволен, и я поблагодарил все равно ребят за игру. И большое им спасибо. И болельщикам тоже. Очень хорошая поддержка сегодня была, если бы так, каждый матч. Спасибо большое.